ОМ НАМО БХАГАВАТЕ ВАСУДЕВАЯ ОМ НАМО БХАГАВАТЕ ВАСУДЕВАЯ ОМ НАМО БХАГАВАТЕ ВАСУДЕВАЯ Мы продолжаем читать 16 главу Бхагавадгиты Божественные и демонические натуры Сегодня у нас на очереди текст 19 Их, исполненных ненависть и злонравных Самых низких среди людей Я всегда низвергаю в океан материального существования В разные демонические формы жизни Комментарий Шилы Прабхупады Здесь ясно сказано, что индивидуальная душа Попадает в то или иное материальное тело По воле Всевышнего Демонические существа Могут отрицать высшую власть Господа И действовать по своему усмотрению Однако, их следующая жизнь Целиком и полностью зависит От воли Верховной Личности Бога А не от их собственной В третьей песне Шимадбагаватам говорится Что после смерти материального тела Индивидуальная душа попадает В очрево новой матери Где получает новое тело Определенное ей свыше В этом причина разнообразия форм И видов жизни в материальном мире Населенном животными, насекомыми Людьми и так далее Все это разнообразие возникло Не случайно А было создано волей Всевышнего И здесь ясно сказано Что демонов снова и снова Помещают в утробы Демонических женщин И они остаются злобными Самыми презренными людьми Люди демонической природы Постоянно обуреваемы вожделением Всегда готовы применить насилие Они ненавидят других И имеют нечистые привычки К числу демонических форм жизни Относятся, например, Многочисленные племена Охотников, живущих в джунглях Омагьяна-тимирандася Генанджана-шалакая Чакшурун-милитамина Тасмай-шри-гураве-намаха Шри-чайтанья-манове-штам Стапитамена-буталей Сваям-рупакадамахям Дадатисва-падантикам Ванча-калпата-рубьяш-ча Крипасинхупья-евача Патитанам-паванебhyo Вайшнебhyo Намо-намаха Джай-шри-кришна-читанья Прабу-нитья-нанда Шри-адвайтагадад Хар-шива-садиговра Бхакта-вринда Харе-кришна, Харе-кришна Кришна-кришна, Харе-харе Харе-рама, Харе-рама Рама-рама, Харе-харе Намо-нам-вишну-падая Кришна-приштая-буталищи Мати-бхакти-веданта Свами-нити-намине Намасте-сарасвати-деви Гауравани-прочарине Нирвишеша-шуневади Пашчатя-деша-тарине Танахам-двишатах-круран Самсари-шу-на-радхаман Кшипамя-джасрам-ашубхан Асури-ш-эва-йонишу Их исполненных ненависть И злонравных Самых низких среди людей Я всегда низвергаю В океан материального существования В разные демонические формы жизни Итак, шестнадцатая глава Божественные демонические натуры Постепенно подходит к своему концу И в конце обычно полагается Делать определенные выводы Мы помним, что с самого начала Этой главы Кришна описывал Что вот есть такие две Можно сказать Враждующие силы Или враждующие группировки Божественные и демонические натуры Описывались качества божественные Потом описывались качества демонические И был один предварительный вывод Этот предварительный вывод звучал так Что божественные качества Освобождают человека То есть они открывают ему путь наверх Движение наверх является естественным желанием Для всех живых существ То есть прогресс Движение наверх Итак, божественные качества То, что открывает путь к освобождению И было сказано, что демонические качества Сковывают Сковывают что? Сковывают прогресс То есть они не позволяют двигаться наверх А если не получается двигаться наверх Тогда что? Либо какой-то застой На одном уровне Либо деградация вниз Итак, это то, что прозвучало в начале Теперь уже приближаясь к концу главы Мы видим, к каким практическим результатам Приводит вот такое умонастроение Философия и образ жизни демона То есть мы знаем, что у каждой философии У каждой идеологии есть определенные Моральные и физические последствия Это не просто, что я во что-то верю Какие-то там у меня идеи и все Это находит обязательно Какое-то практическое воплощение в моей жизни А жизнь подчиняется определенным законам Которые устанавливаю не я Эти законы уже есть в природе Допустим, человек, который что-то строит Он должен учитывать законы физические Сопротивление материала, гравитации И прочие всякие разные вещи Без этого его творения просто развалится Нужно все расчеты иметь, четко понимать Какая нагрузка и так далее То есть точно так же есть законы Которые устанавливаем не мы И если я принимаю какую-то философию Которая идет в разрез с этими объективно действующими законами То этим самым я понижаю свой собственный статус Я понижаю свое положение во вселенской иерархии Я вот по этим всем 8 миллионам 400 тысяч формам жизни Опускаюсь какие-то более низкие Потому что демонические качества сковывают Сковывают что? Мои возможности развиваться Сознание более скованное Может быть и даже способность к движению Может быть ограниченной То есть с одной стороны у меня есть свобода выбирать Что я хочу Вот я такой вольнодумец, знаете Хочу думать так Вот это моя философия Пожалуйста Это не запрещено Ты можешь выбирать любой образ мысли Любую идеологию Но вот последствия этого всего Уже выбираем не мы, понимаете? Потому что мы живем в определенной реальности С определенными законами Если так случилось, что мои убеждения Мои взгляды, мои желания Сильно расходятся с законами, установленными Богом То этим самым я вроде как демонстрирую свою свободу И имею право Да, имеешь право Но этим самым я играю против себя Потому что есть определенные правила Божественные правила Которые направлены на то Чтобы живое существо развивалось Прогрессировало Если я говорю Нет Бога Как мы в прошлый раз говорили Да, это вот мышление демолов Нет истины Нет Бога, управляющего вселенной Я сам все решаю Какие-то у меня тут свои представления о мире Хорошо У меня есть свобода Так мыслить Это не проблема Но у меня нет свобода Выбирать последствия этого всего Потому что я же действую в объективной реальности Где действуют какие-то объективные законы Если так случилось Что мое умонастроение И мои вот эти вот правила Предписания, ценности Вступили в противоречие С божественной волей С божественной системой развития То каково мое положение Понимаете? Как бы волны не бились о скалу Скала останется скалой А волны останутся волнами Волны скалу не разобьют Понимаете? И как бы демоны Не пытались там Со своими какими-то правилами Представлениями Можно сказать, что дхарма Или божественные законы Это как скала Но неумолимо Понимаете? Вот И когда Эти существа Бросают вызов Этим вечным объективным законам Они говорят Мы нарушаем всем принципы Мы не можем нарушить принципы Потому что они объективны Мы можем разрушить свою жизнь Не следуя этим принципам Вот это запросто Понимаете? И вот тут как раз Описаны эти закономерные итоги Вот этого демонического мировоззрения То есть Конец главы Пора делать вывод И вывод таков Что Демонический образ жизни Дорого обходится живому существу Очень плохо для перспективы Позже уже Практически в самом конце Этой Шестнадцатой главы В 23 стихе Кришна скажет Что тот кто Не следует Правилам и предписаниям Которые даны В шастрах Шастравитхи Ях шастравитхи Уцрежья Тот вот этим правилам Шастр не следует И что он делает? Вартате Камакарата Он действует Согласно Кама Своему собственному желанию Своему собственному эго Тогда что Каков результат Насасидхим Никакого ситхи Никакого успеха не будет Насасидхим Авапнати Насукхам Сукха это счастье Счастья тоже не будет Напарамгатим Парамгатим это высшая цель Итак Насасидхи Авапнати Насукхам Напарамгатим Нарушая правила Данные в шастрах Человек не достигает Ни совершенства Ни счастья Ни высшей цели Какой же смысл? А вот показать Насколько я крут Насколько я крут Что я Независим от Бога Я вот Сам себе Что-то такое Есть могу делать Понимаете? Чисто ложное эго Какой-то такой Знаете Вот кураж Героизм Я вот не буду Никого слушаться Вот это и называется Склонность Вредить самому себе Что живое существо Имеет такую тенденцию К сожалению Когда он находится В материальном мире Под влиянием Гун и страсти Ему кажется Что это принесет Какое-то благо А в перспективе Канчится вот так вот плохо Кришна говорит Я всегда Незвергаю В океан Материального существования Их праздные Демонические формы жизни И дальше В стихе 20-21 Он вообще ужасные вещи скажет Что Опускаясь все ниже и ниже Они Никогда Не могут приблизиться ко мне Понимаете? Мы говорим Как же так? Ведь есть Эволюционный цикл Самсара чакра Да Я могу опуститься на самое дно Но потом постепенно Он же должен подняться Да? Как колесо обозрения Вверх-вниз Вверх-вниз В чем проблема? Ну ладно Побывали на дне Поднимемся А здесь Кришна говорит Такую сакраментальную вещь Вот те формы В которые я их посылаю Из них Они никогда не могут Приблизиться ко мне Это что значит? Это означает Что они оказываются За Пределами Эволюционного цикла У них нет Шанса на прогресс Понимаете? И тут Мы говорим Ну как же так? Всемилостивый Господь Ну младые демоны Дураки Там они Покуражились Побесились Да Ну перебесятся Ничего Ну пусть Ну пусть Они дальше эволюционируют Почему же Кришна Их в какую-то Такую особую нишу Помещает Эти демонические Формы жизни В которых они Перерождаются Вновь и вновь И вновь Не эволюционируя Где же Милость Бога? А в этом и есть Милость Бога Странно В чем же она заключается? А заключается она в том Что когда живое существо Попадает в эволюционный цикл То рано или поздно На каких-то особо Уже Высоких Этапах развития Живому существу Опять предоставляется Возможность Увидеть Бога Начать отношения с ним А демонам это надо Они этого не хотят И поэтому Его милость к ним Состоит в том Что Он исполняет Их желание Никогда Не видеть Его Никогда Его не осознавать Они этого хотели Это не то Что Кришна Такой мстительный И он Злоупотребляет Властью Поскольку Телом Наделяет Он Новым телом Параматма Распоряжается Учитывая Все прошлые Грехи И заслуги Параматма Определяет Какое тело У нас будет Ну можно сказать Да Административный Ресурс Мы тут Что хотим То и делаем Ну ладно Гуляй Гуляй Делай Что хочешь Это твоя Свобода Но вот Выбирай Следующее тело У тебя Свободы нет Твое Будущее Тело Зависит От того Как ты Жил Сейчас То есть Это Остается Его Прерогативой Как бы Там Демоны Не пытались Тут выступать Демонстрировать Свою Независимость Все прочее Своё Будущее Тело Они не могут Сами выбрать Это уже В руках Кришны И можно Подумать Ну да Кришна Зло Потребляет Властью У него В руках Административный Ресурс Он Наделяет Нас Телами И вот Он Раз этих Демонов Ну пускай Они же Заблуждением Находятся Ну прости ты Их Господи Мало ли Там дети Могут Капризничать Но он Знает Их Внутреннее Настроение И мы читали Про это Внутреннее Настроение Все предыдущие Стихи Там вот Начиная С восьмого Вот Стиха Этой главы Они все Описывали Настроение Демонов Можем Еще раз Перечитать Чтобы Чтобы вспомнить Хорошо Давайте Значит Вот там Опять Что Про этот Восьмой Стих Они говорят Что Мир Нереален Ну или По другой версии Что нет Нет реальности Нет истины Что нет основы Нет Бога Который Управляет Они заявляют Что мир Возник Из полового Влечения Что у него Нет одной причины Кроме Вожделения Придерживаясь Таких взглядов Демонические люди Лишенные разума И потерянные Для самих себя Поглощены Пагубной Греховной Деятельностью Ведущей К разрушению Мира Угрокарма Термин Угрожающая Буквально Карма Угро Угроза Значит Разрушительная Деятельность По Такой Ненасытному Вожделению Опененной Гордыней Тщеславием Самомнением Демоны Пребывают В плену Иллюзии И очарованы Приходящим Вершат Свои грязные Дела Они убеждены Что главное Для человека Услаждать Свои чувства Поэтому Их до конца Дней Преследуют Бесчисленные Тревоги Связанные Путами Сотен Желаний Снедаемые Вожделением И гневом Они Неправедными Путями Добывают Деньги На чувственные Наслаждения И так далее Дальше Менталитеты Как он там Думает Что вот Я там Великий И так далее Ишварагам Ахам Бхоги Сидхогам Балаван Суки Я есть Ишвара Управляющий Ишварагам Ахам Бхоги Я есть Наслаждающийся Вся Бхога Моя Сидхогам Я совершенен Видите Я изобрел Те другие Вещи Все подчиняется А мне Я нажимаю Кнопку И все Работает По моему Велению Сидхогам Балаван Я силен У меня Сила Суки Я счастлив Он самоуверенный Демон Дальше Говорится Что Охваченные Беспокойствами От всех этих Мыслей У них Постоянная Борьба с врагами Идет Все вокруг Враги Опутанные Сетью Заблуждений Они Чрезмерно Привязываются К чувствным Удовольствиям И в конце Концов Попадают В ад Самодовольные Дерзкие Ослепленные Богатством И гордыней Иногда Они Кичать С собой Совершают Жертвоприношение То есть Как бы Религия Тоже Им не чужда Но для чего Чтобы репутацию Свою поднять Но делают Это лишь Для вида Не следуя Никаким Правилам Введенные В заблуждение Ложным Эго Силой Гордыней Вожделением И гневом Демона Ненавидят Бога Который Пребывает В их телах И в телах В тех остальных Живых существ И поносят Истинную Религию То есть Смотрите Эти качества Которые мы Прочитали Они Квалифицируют Демонов Не просто Как знаете Каких-то Таких Ну случайно Заблудившихся А Они Квалифицируют Как личности Вполне Себе Отдающих Отчет В том Что они делают И что они думают То есть Это их позиция Понимаете И Они Выглядят Как знаете Такие Ну вот Рецидивисты Мы знаем Что Некоторых Живых существ За очень Тяжелые Преступления Им дают Вот такой Ну пожизненный Срок Так вот То что То есть Пожизненный Срок Означает Что Все У тебя Шансов На свободу Выйти Нет Все То есть Мы квалифицируем Твое преступление Настолько Серьезно Что Считаем Что Никакое Прощение И никогда Ты заслужить Не можешь Все Точка Понимаете Пожизненное заключение Есть такое Да И вот теперь Если мы Эту же самую Идею Проецируем На Бхагавадгиту То Поборники Прав человека Которые говорят Ну как же так Ну как же так Ведь Бог Милостив Должен простить Пусть они там Дальше развиваются Кришна говорит Нет Нет Пожизненное Заключение Никогда Никогда Они не смогут Приблизиться Ко мне И это Не его Мстительность И это Не его Жестокость А это Его милость Потому что Они И не хотят Его видеть Никогда А находясь В эволюционном Цикле Они Периодически Будут получать Такую возможность Увидеть Бога И для того Чтобы они Не получали Они попадают В такой Отстойник Такая ниша Аппендикс Который Находится За пределами Цикла эволюции Они не попадают В новые формы Жизни Понимаете И они Этого Хотят Вернее Они хотят Не этого Они хотят Другого Они хотят Чтобы никогда Не видеть Бога И для того Чтобы В конце Концов Их Демонизм Не прогрессировал Дальше Кришна Ставит Его на Паузу Все Вот в этих Формах Жизни Вы живете Какие-нибудь Там Змеи Скорпионы Какие-то Ядовитые Злобные Существа Которые Без всяких Причин Кидаются На человека Просто потому Что У них Злоба Такая Яд Наличие Яда Все ядовитые Существа Означает Что они Очень-очень Злые Потому что Яд Это Трансформация Крови Под влиянием Очень сильного Концентрированного Чувства Ненависти Ненависть Желание Всех Уничтожить Вот эта Эмоция Ненависти Соединяясь Влияя на Кровь Становится Причиной Порождения Яда Такая Алхимия Понимаете Иногда Мы слышим Люди Говорят Ну прям Вообще Человек Ну прям Как змея У него Яд С языка Капает Это Верное Определение Люди Очень Злобные Люди Движимые Какой-то Ненавистью Желанием Мести И так далее Эта Эмоция Она Вырабатывает Яд Правда Они Сами Того Не Понимая Сами Себя Травят Сами Себя Травят Ну это Как говорится До них Такая Мысль Которая Очевидна Для Благочестивых Людей Для них Она Вообще Никак Не Очевидна Вот Такая Интересная Штука Понимаете Получается Что Мы Всегда Говорим Господь Милостив Да Есть Эволюционный Цикл Так Или Иначе Не Сейчас Так Позже Все Будем Все К нему Придем Но Здесь Он Говорит Такие Странные Вещи Необычные Что Есть Живые Существа Которые Не Желают Этого И Для Того Чтобы Им Никогда Не Представился Шанс Больше Прийти К Богу Вот Существует Такой Отстойник Который Ставит Их Вне Эволюционного Цикла Мы Знаем Конечно Что Если К этим Живым Существам Какую Особую Милость Проявит Садху Святой Человек Тогда Да Тогда Эти Живые Существа По Милости Этого Святого Возвращаются В эволюционный Цикл И Могут Двигаться Дальше Понимаете В этом Смысле Говорится Что Садху Святой Человек Он Даже Более Милостив Чем Господь И Это Может Стать Исключением Для Таких Ситуаций Вот Такая Вещь Интересная Что Кришна Исполняя Желания Всех Живых Существ Вынужден Сортировать Их Потому Что Если Этим Живым Существам Позволять Развиваться Дальше Ну Это Все То есть Мы знаем Что Демонов В принципе Особенно В Калиюгу Их И так Хватает Дефицита Нет Вот Но Если Они Будут Вот так Вот Бесконтрольно Набирать Власть И так Далее Все Тогда Система Перевернется Материальный Мир Он Свою Функцию Утратит Потому Что Мы знаем Что С одной Стороны Материальный Мир Дан Нам Для Того Чтобы Попробовать Себя В роли Наслаждающегося Но Также И для Того Чтобы В конце Концов Мы сделали Выводы И поняли Что Материальное Развитие Это Тупик Это Тупик Что После Материального Развития Должно Уступить Духовное Развитие И Это Материальное Развитие Вроде Как С одной Сторон Оно Хорошо Вот Ну Какие-то Возможности Средства Появляются Удобства Что же Там Плохого Да Но Проблема Состоит В том Что Живые Существа Которые Все это Придумали Воплотили В жизнь Начинают Гордиться Всем этим И когда Они начинают Гордиться Всем этим Они начинают Бросать Вызов Богу Понимаете Когда Закончили Строительство Этого Крупного Судна Титаник На тот Период Это было Крупнейшее Судно Пассажирское Вышла Статья В лондонской Прессе В газете Что Это судно Не может Потопить Сам Бог Понимаете То есть Что такое Зачем Такие слова Говорит Ну зачем Ну сделали Пароход Ну и сделали Хорошо Счастливого Плавания Бон Вояж Как говорится Да Но вот Не могут Живые Существа На этом Успокоиться Нужно Обязательно Вот Присовокупить Что такое Что мы Вот Крутые Понимаете Даже Сам Бог Не может Потопить Титаник Ну и мы Знаем Что было Через Неделю Понимаете Через Неделю И сколько Там дней После выхода Этот Титаник Уже Лежал На дне Понимаете Бог Какой-то Айсберг Просто Какой-то Этот Штурман На вахте Который Стоял Не заметил Этот айсберг Или что-то Там Не рассчитал Правильно И все С приветом Понимаете И все Эти богатства И так далее Все На дне Развитие Не проблема Но вот Что это Делает С нашим Сознанием Вот проблема Когда Люди Достигнув Какого-то Определенного Успеха Начинают Непомерно Гордиться И это Уже Предшествует Тому Что дальше Они Бросят Вызов Богу А вот Это уже Извините Против всех Правил Понимаете Это уже Против всех Правил И это Против самого Живого Существа Так нельзя И для того Чтобы остановить Живые существа Чтобы они Не деградировали До бесконечности В какой-то Момент Кришна говорит Стоп Вот на этом Стоп Понимаете Все Какие-то Слабости Глупости Там что-то Еще Это все Можно простить Но вот Когда Живое существо Утверждается В демонических Взглядах Асура И начинает Пропагандировать В качестве Основной Идеологии Инфицируя Этим Остальные Живые существа Вот здесь Нужно сказать Стоп Ребята Вот здесь Стоп Понимаете Поэтому Демоны Демоны Скажем Это уже Не освобождать Меч на похоронах Все они знают Неужели Вор Не знает Что Красть Грешно Неужели Убийца Не знает Что Убийство Это страшное Преступление Да все Они знают Понимаете Все Они знают И поэтому Именно Асура Бхава Вот эта Демоническая Природа Которая Заставляет Их Думать Что Нам За это Ничего Не будет Для нас Нет законов Мы выше закона Все пределы Для ограниченных людей А мы Беспредельщики Понимаете И нам за это Ничего не будет Вот За что Они получают Наказание Понимаете За вот эту Асура Бхаву За этот Менталитет Все они Прекрасно знают Но Они Просто Не желают Принимать Бога И для того Чтобы Их Остановить И чтобы Они Как можно Меньше Вреда Другим Существам Причинили Их Нужно Каким-то Образом Нейтрализовать Понимаете И не так Нейтрализовать Там Как Ребенка В угол Поставили На полчаса А потом Через полчаса Вышел И опять Начинает Нет Его Нужно В угол Поставить Так Чтобы Он Из него Никогда Не вышел Потому что Это не просто Случайно Оступившийся Человек Не случайно Оступившийся А это Личности Которые Утвердились В этом Менталитете Демоническом Понимаете То есть Это можно сказать Ну такие Рецидивисты Неисправимые Бывает Что люди попадают В тюрьму Действительно Там Ну как-то Что-то такое Какие-то там Произошли события Он вроде не хотел Но вот так случилось Что он там оказался Вот Но Есть Сидельцы Которые Считают Что Тюрьма Их дом Родной А что Все там Полиция Это все Мусор Прокуроры И прочие Это все Негодяи Мы Воры В законе Мы Высшая Каста И так далее То есть Они так Действительно Думают Понимаете У них там Свои порядки Они там Кого-то Коронуют Да у них свои какие-то там Высшие авторитеты То есть Это не случайно Оступившиеся люди Это люди Для которых есть Четкая Выверенная Позиция В жизни Я не признаю Закон Понимаете Вот это его позиция И при этом Они не признавая Закон Еще называются Вор в законе Понимаете У них свои законы Альтернативные Понятия там Какие-то Существуют Поэтому эти люди Неисправимы В принципе Понимаете Это уже природа такая Асура Бхава И они утвердились В этом Это их идеология Это их позиция И они не собираются Ее менять Понимаете Вот кто такой демон Человек Какой-то там Совершивший Проступок По Незнанию Там Случайно Или что-то еще Как-то подволением Обстоятельств Да потом Раскаившийся Это не демон А демоны Это те Кто считают Что преступный Образ жизни Вот это И есть правильно Понимаете То есть Есть какая-то Допустим Официальная экономика Есть теневая экономика То есть Люди Которые Создают Какую-то Свою Такую Хитрую Подсистему В которой У них там Что-то такое Свое Понимаете Ну естественно Что они Проносят большой ущерб Официальной системе Вся эта Теневая экономика Понимаете Вот точно так же То есть Есть цивилизация Установленная Богом Есть законы А тут приходят Эти демоны И говорят А у нас будет свое Альтернативными Свои законы И в эти законы Бог Не вписывается Со всеми его законами То есть Понимаете Это не какие-то Такие Как вот дети Которые там По незрелости По Какой-то глупости Там что-то такое Совершили Которых простить Можно за это Это не тот случай Это именно Укоренившиеся В этих В этих Убеждениях Рецидивисты Которые просто Ненавидят Бога Это не просто Что у них там Было Несчастное Детство И что-то Что там Случайно С ними Произошло Да Адвокат Их Оправдывает Да Действительно Ну давайте Пожалеем Человека Такие обстоятельства Он жертва Обстоятельств Нет Демоны Это не Жертва Обстоятельств Это четко Выверенная Психология И философия И четко Выверенная Позиция Отношения К жизни То есть Это можно Скать Такие Кровные Враги Бога Которые Терпеть Его не могут Всеми Фибрами Они Развили В себе Эту Асура Бхаву Это не то Что они Такими Родились Мы говорили С самого Начала Что демонические Качества Это не Качество Души Это Приобретенные Качества Но Если Живое Существо Развило В себе Этот Вкус И Не Желает Его Менять Ну Вот Это И Квалифицирует Его Как Асура Понимаете Которые Вот Такую Как Бы Представляют Вечную Оппозицию Богу Вечную Тень Мы Темные Силы Они Гордятся Этим Они Не Желают Ничего Другого Я помню В 90-е Годы Когда Наш Храм В Владивостоке Находился В жилом Доме На первом Этаже Он Занимал Четыре Квартиры Два Подъезда Такого Небольшого Дома Вот Весь Первый Этаж Был Наш Район Такой Очкурок Называется На окраине Вот И Там Над нами Жил Один Парень Вот Я сначала Не понимал Кто он Такой Но Как бы Так Тихо Себя Вел Никак Себя Не проявлял Особенно А потом Как-то Он Выступил Во дворе Что-то Там Что-то Так Сказать Раскололся Что называется Вот Ну 90-е Годы Это Времена Когда Организованная Преступность Весьма И Весьма Процветала Вот И Он Там Как бы Так Сказать Проговорился Слегка Ну Вот Вы Тут Типа Ребята Сидите Да Вот А вот Есть Определенные Структуры Так Он Намекнул Что Я Являюсь Частью Определенной Структуры Какой-то Там Мафиозной Преступной Да Вот Что Мы Вообще Как бы Тайная Власть Но Скоро Будем Явной Властью И Самое Интересное Что На некоторое Там Не помню Каком Там Году Избрали Мэром Реального Преступника Реального Преступника У которого Срок Был Все Там Статив Реальный Преступник Но Так Получилось Что Как бы Он Оказался Мэром Города Понимаете Бандюга Натуральный Мэром Города Оказался И В тот День Когда Он Победил На Выборах Что Было В городе Боже Все Бандиты Вообще Они Вышли На Улицу Радостные Счастливые Наша Власть Победила Понимаете В городе Была Такая Стрельба Такая Канонада Вообще Они Радовались Все Теперь Город Официально Наш Понимаете То Они Были Теневой Власть Все Официально Все Наше Официальное Мы Официальная Власть Понимаете Но Правда Это Недолго Продержалось Вот Но Тем Не Менее Какие То Периоды Такого Бывают Понимаете Сумела Полиция Его Компрометировать Найти И так Далее Убрали Его Оттуда И опять Эти ребята Ушли В тень Но Они Есть Понимаете Вот И Они Не желают Меняться Что Же Делать Хорошо Пусть Будет Во Вселенной Отстойник Вот Для Таких Понимаете И Вот Это Есть Такие Формы Жизни Куда Они Попадают Вне Эволюционного Цикла И Там Всегда Они Перерождаются Все Змея Каждую Жить Змея Этот Скорпион Или Ядовитый Паук Он Каждую Жить В Этой Форме Все Он Никуда Не Идет Никуда Не Идет Это Единственный Способ Держать Их Как То Сказать Более Или Менее Может быть Даже Какую-то Пользу Из них Змеиный Яд В медицине Можно Применять Допустим Как-то Их Использовать То Есть Вот Такая Печальная Картинка Но Это То К чему Они Сами Пришли И Поэтому Кришна Показывает Что Есть Философия Это Можешь Убирать Любую Это Твое Личное Дело Но Вот Последствия Этой Философии Ты Не Можешь Убирать Они Уже Предписаны Понимаете Если На земле Лежит Какая-нибудь Палка Я Поднял Палку Взял Ее За Один Конец Подняв Один Конец Я Поднял Второй Конец Понимаете То Если Я совершил Какое-то Определенное Действие Даже Если Я Не Зная Его Последствия Сделав Свой Выбор Я Уже Сделал Выбор В пользу Определенного Плода Хотя Может Быть Я Не знаю Какой-то Будет Плод Но Это Никого Не Волнует Что Посеешь Что И Пожнешь Какое Семя Ты Посадил Вот Такой Плод Ты Выбрал Даже Если Ты Не Знаешь Какой Это Плод То Есть Свобода Совершать Действия Но У Нас Нет Свободы Выбирать Плоды Этих Действия Потому Что Это Уже Сфера Закона Кармы Которая Находится В руках Бога Все Понимаете Поэтому С одной Стороны Демоны Могут Пытаться Пытаться Творить То Что Они Хотят И В Калиюгу В общем То У них Ну Такая Максимальная Свобода Творчества Вот Но Ну Потому Что В Калиюгу В общем Как бы Это Их Время Да Как Калиюга Это Считается Как Ночь Да Или Зима Такое Мрачное Темное Время Года Вот И Вполне Естественно Что Большая Часть Преступлений Совершается В темное Время Суток Под Покровом Ночи Под Покровом Темноты Они Там Какие-то Свои Темные Дилишки Делают Да Вот И Калиюга Это Как раз Эпоха Где Им Кажется Что Они Будут Безнаказаны Потому Что Мы Знаем Многие Вещи В Калиюгу Преступные Вещи Они В общем-то Попали В сферу Закона Бойни Содержать Не Проблем Это Не Является Преступлением Понимаете Это Нормально Недавно Был Какой-то Резонансный Случай Где-то Там В поезде В Кирове Какая-то Там Проводница Поезда Какого-то Кота Оказывается Этот кот Он ехал С пассажиром Все Вроде как Билет Даже на него Был Она Посмотрела Кот Поспрашивала Чей кот Чей кот Непонятно Чей кот Взяла его Высадила Думаю Дошел А потом Выяснила Что хозяин Уснул Не слышал Теперь Кот Он там Замерз Какая-то Собака Покосала Короче Он умер Этот кот И теперь На эту Проводницу Ополчились Там Чтобы ее Уволили Представляете Себе Ну вот Нервнодушные Люди Молодцы Правильно Эту черстую Продавщицу Оттую Так ее Бедный котик Пострадал Как они За права Животных Жестокое Обращение К животным А давайте На экскурсию На бойню Сходим И вот там Увидим Реальное Жестокое Обращение С животными Коровы И другие Или они Не животные Тоже Животные Но если вы Напишите В прокуратуру Заявление Знаете Вот тут Одно Такое Место Бойня Называется Там Жестокое Обращение С животными Давайте Их Всех Накажем Вам скажут Во Это не Животные Это Пища Понимаете То есть Лицемерию Людей Нет Предела Никакого Предела Нет Лицемерию Людей И вот Они Значит Кота Этого Пожалели Человека Они Не пожалели Животных Других Они Не Жалеют Бой Не Пожалуйста Все По закону Разрешено Алкоголь Пожалуйста Да Все Что Хотите Что Хотите Все То есть Калиюга Это Эпоха Когда Многие Преступления А преступления Это все то Что способствует Деградации Человека Это Вдруг Разрешено Понимаете Люди Говорят Нет Войне Миру Мир Давайте За мир Во всем Мир И при этом Убивают Животных Постоянно Шила Павпада Неоднократно Говорил Пока Люди Будут Убивать Животных В частности Коров Будут Войны Потому Что Кришне Это Не нравится Понимаете И поэтому Калиюга Это темное Время Когда Вроде бы Даже Сам Закон Признает И позволяет Что Грешить Можно Все Вот Как раз Это Идеальная Эпоха Когда Их Грехи Практически Не очевидны Не очевидны Потому Что В этой Тьме Никто Разобрать Ничего Не может Вот И поэтому Они говорят Да нормально Все 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 Хорошо Все Хорошо Вот И поэтому В Калиюгу Конечно Демонам Максимально Комфортно Можно сказать Потому Что Они Почти Защищены Законом Их Преступления Защищены Законом Они Не считаются Даже Преступлениями Совершенно Вот Но Тем не менее Если Люди Просто По инерции Грешат Не понимая Да То есть Не бросая Вызов Богу Это Одно Можно Сказать Невинные Грешники Невинные Грешники Это не асуры Это не асуры Но Если Они Грешат Бросая Вызов Богу И Говорят Что Нам Плевать Что Он Хочет Что Он Любит Это Наше Время Это Наше Место Это Наши Законы Вот Это Асура Бхава Вот Таким Ребятам Нужно Как Говориться Приготовиться К Тому Что Они Попадут В Такие Формы Жизни Где Их Ждет Это Пожизненное Заключение Без Права На Удо Никакого Права На Удо Нет Потому что Удо Означает Какое-то Раскаяние Какое-то Искупление Нет Демоны Это Не Просто Грешники Все Мы В той Иной Степени Грешники Все Калию Гу Но Демоны Это Неисправимые Грешники Это Демоны Это Существа Которые Именно Ставят Своей Целью Постоянно Бросать Вызов Богу И его Законам Вот Тут Такие Демоны А То Что Мы Все Когда-то Что Там Я Спрашивал Как В Джаганадха Пури Как Я говорю Почему Нас Белых Не пускают В храм Джаганадхи Они говорят Ну ты Коров В своей жизни Ел Я говорю Ну в детстве Ел По невежеству Он говорит Ну вот Видишь Все Поэтому Ты Не можешь Войти В храм Джаганадхи А вот Если Ты С детства Не грешил Так Ты можешь Войти В храм Джаганадхи Я говорю Ну я же Раскаялся Я же Больше Не делаю Это Он говорит А вот Нет и все Понимаете То есть В тех ситуациях Когда можно было простить Когда человек прекратил Свои греховные действия Они не прощают Понимаете Вот В то время Как Кришна прощает Тех Кто там совершает Какие-то там Действия Но потом Он на основе знания Понял Переосмыслил И все Но демоны Это не тот случай Понимаете Демоны Это те Кто Свои Вот эти Вот Преступления Возводят В ранг Закона Говорят Наша власть Что хотим То и делаем Понимаете И поэтому Это неисправимые Грешники И вот отсюда Такой печальный Для них Вывод А для всех остальных Как говорится Урок Вот Если не хочешь Такого печального Будущего Смотри То что мы действуем В невежестве Какие-то там Законы нарушаем Это плохо Но Это еще не квалифицирует Нас как безнадежных Демонов Это по невежеству Мы как говорится Попали Попали Как говорится Ну В одну компанию Под влиянием Дурного общения Но когда человек Осознал Изменил Свои вкусы Изменил Своё мировоззрение Все в порядке Никто ему Как говорится Его прошлом В нос тыкать Не будет Но вот когда Люди Утверждаются В этой демонической Природе Превращают Ее в свое Жизненное Кредо Вот тогда Да Поэтому Ради Нашего Светлого Будущего Если мы Обнаружили В себе Какие-то Демонические Качества Наверняка Что-то мы Себе Из них Обнаружили В начале Там все это было То пока Как говорится Дело Не зашло Слишком далеко И пока мы Не утвердились В этой Асурабхаве В этой Демонической Природе Пока это Не стало Нашим Жизненным Кредом Лучше Всего Поменять Направление Хода наших Мыслей И желаний И Духовное Знание Нам в помощь Харе Кришна У нас есть Несколько минут На вопросы Пожалуйста Поднимайте руки Макар Да Так Кришна Спасибо большое За лекцию Такой Телефонный Вопрос То есть Кришна Демонов Низвергает В такие Формы жизни Это как Крайняя Такая Точка Куда они Приходят В конечный Функт А вот Этот Состояние В котором Они Сражаются С Богом Да То есть Демоны Которые приходят Кришна И убивают Это Какой-то Промежуточный Этап Или как Или это Тоже Крайняя Точка Которая Выходит Из этого Тупикового Геопедия Смотрите Есть Особые Категории Демонов То есть Вот Допустим Те же Хирань Акша И Хирань Кашипу А мы знаем Что это Вообще Преданные Это великие преданные Джая Виджая Которые были прокляты Четырьмя кумарами Мудрецами За то Что их не пустили На Вайкунху Вот И Перед тем Как прийти в материальный мир Вишню Вишню их спросил То есть У вас Два варианта Семь рождений В телах Предных На земле Либо Три рождения В телах Демонов Они сказали Ну конечно Лучше будем Три рождения В телах Демонов Побыстрее вернемся Но мы также знаем Что у этого есть Некий И тайный умысел Потому что Господь хотел Чтобы они выбрали Эту вот Участь Демонов Потому что У него Как говорится Чесались руки Ему хотелось Посражаться с демонами Где же возьмешь Таких Достойных Спарринг партнеров Что называется Это должны быть Какие-то Очень могущественные Личности Поэтому это были Такие Свежепришедшие Из духовного мира Очень могущественные Стражники Джая и Риджая Которые стали Вот этими Его спарринг партнерами Хирани Акши И Хирани Кашипу Вот То есть Это Скажем таки Ну Как с одной стороны Как настоящие демоны Но Это был Ну Замысел Бога То есть Они пришли сюда Вот По его замыслу И Есть другие личности Есть другие личности Которые Ну Не настолько То есть Они как бы Не находятся В таком вот Прямом Да То есть Их лично Господь не убивает То есть Если сам Сам факт вообще Что Господь Кого-то лично убивает Это уже означает Что личность Такая достаточно Избранная Понимаете Да Вот То есть Быть лично Убитым Богом Это Большая Привилегия Это Неспроста Вот И поэтому Те личности Которых Сам Верховный Господь Лично уничтожает Это уже говорит О их Некой Богоизбранности Вот А те же Личности Которых Там Не знаю Народ Вешает На фонарных Столбах Каких нибудь Там бывших Диктаторов Там Или что-то еще Вот Как там Того же Муссолини Повесили Или кого-то Там еще Расстреляли Николау Чаушеску В Румынии Да Вот Это мелочь Пузатая Конечно По сравнению Вот Ну С Этими Великими Демоны Вот И Это их Личный Выбор Понимаете То есть Это Вот они Как раз Хорошие Кандидаты Хорошие Кандидаты Вот На то что Есть Описано Да Попасть В такие Вот Низменные Формы Жизни Вот То есть Они Не являются Участниками Игр Кришны Хорошо Спасибо большое Я понял То есть Это исключительные Случаи Да Да Основным Они просто Все В попеку В эту Вет Уходят Харе Кришне Спасибо Анастасия Пожалуйста Харе Кришне Понимаете Человек Который Говорит Такие Слова Что Не нужно Никаких Правил Он Не до Конца Понимает Что Он Сам Говорит Потому Что Если Действительно Все Правила Убрать То Я думаю Что Никто Не согласится Жить В таком Обществе Где нет Правил Понимаете Представьте Себе Вот Есть Дорожное Движение Машины По дороге Двигаются Есть Пешеходы И Ну Нужно И машинам Ехать И людям Нужно Ити А поэтому Существуют Какие-то Правила Что Допустим Загорелся Зеленый Свет Машины Останавливаются А люди Идут А потом Загорелся Красный Свет Люди Стоят А машины Едут Это Правила Да И вот Представьте Себе Что Мы Говорим Никаких Правил Не Надо И Что Будет Люди Не Останавливаются Машины Не Останавливаются Что Будет Будет Беспредел Понимаете Или Допустим Этот же Человек Он Может Говорить Что Не Нужно Никаких Правил До Той Пары Пока Никто Не Вмешал Свою Жизнь Кто-нибудь Вмешает Свою Жизнь Начнет Его Избивать Грабить Притеснять И так Далее Он Начнет Взывать К Закону Понимаете А Могут Говорит Ты же Сам Говорил Закона Нет Нет Никакого Закона Нет Никаких Правил Понимаете Это Называется Беспредел Когда Нет Никаких Правил Даже У Бандитов У них Есть Свой Свод Законов Понимаете Даже Они Говорят Это Что Творится Вообще Начальник Что За Беспредел Они Говорят Эти Бандиты Потому Что У них Тоже Есть Какие Понятия Ты Что Вообще Там Берега Попутал То есть Когда Нет Вообще Никаких Сдерживающих Факторов Вот Поэтому Люди Которые Говорят Не Нужно Никаких Законов Они Сами Не Понимают Что Они Говорят Это Они Так Говорят До Тех Пор Пока Никто В Их Жизнь Не Вмешался Так Сильно Понимаете Кто Нибудь Сильный И Могущественный А Стоит Кому Нибудь Вмешаться Он Начнет Отверещать Ай Помогите Спасите Защитите Где Закон Где Справедливость Понимаете То есть Это До Первого Звоночка Все Просто На самом деле Лакшми Шакти Ваш Вопрос Без Почему И Говорится Что Преданные Это И Есть Те Самые Садху Которые Милость Которых Вернее Или Сострадание Которых Выше Даже Чем Сострадание Бога Вот И Поэтому Те Личности Которые Вот Уже Как Горица Направляются Во Все Эти Места Не Столь Отдаленные Которых Мы Только Что Читали Вот Они Попадая Получая Вернее Эту Милость Преданных Кришны Получают Шанс Разомкнуть Этот Замкнутый Цикл Понимаете Вот Именно По этой Причине Кришна Запускает Преданных В этот Мир То есть У него С демонами Свои Отношения И Он Это Отношение Закрепил В этих Вот словах Бхагава Потому что Я Их Низвергаю Навеки В такие То Формы Жизни Где Они Из жизни В жизнь Рождаясь В этих Отвратительных Формах Не имеют Возможно Приблиться Ко мне То есть Это Он Задекларировал Своё личное Отношение К ним И при этом Он Фактически Не то чтобы Мстит И мы пользуемся Административным Ресурсом А просто Он Зеркально Реагирует На этих Демонов Вот как Они Так и Он То есть Он просто Зеркально Реагирует А вот Преданные Совсем Другое Преданные Это Как раз Есть Воплощение Крипашакти Или энергии Милости Верховного Господа И Поэтому Они Готовы Даже С риском Для себя Что-то Там Пытаться Демонам Делать Да Если Прасад Они Слышат Святое Имя Это Уже Семечка Вот этого Агьята Бхакти Сукрити Которая Может Дальше Прорасти В том Случае Если Эти Демоны Не Будут Совершать Вайшнава Апарат Оскорблений Предных Если Не Совершает Вайшнава Апарат Все Надежды Нет Понимаете Александр Какие Реакции Несет Преданный Я Слышал Такое Выражение Чтобы Воспитать Одного Предного Нужно Колонну Крови Какие Реакции Несет Преданный Которые Несут Эту Милость Демоническое Настроение Какие Не Понял Какие Реакции Несут Преданные Которые Пытаются Демонам Нести Это знания Да То есть Это Не Проходит Беследно Они Что-то Теряют Может Они Грехи Должны Забрать В этих Пред Демонов Чтобы Как-то Заместить Да Нет 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 Упредных Таких Полномочий Чьи-то Там Грехи Забирать Вот За Грехи Они Все Должны Будут Как-то Там Расквитаться Это Уже Между Ними И Кришной Вот Но Если Предный Дал Какую-то Милости То Это Для Кришны Тоже Особый Звонок Что Тот На Кого Упала Вот Это Вот Или Попала Эта Милость Предного Для Кришны Он Тоже Станов Тоже Становится Особым Кандидатом Понимаете Вот Да Можно Скать Что Эти Предные Немножко Так Скать В Зоне Риска Ходят По Грани Потому Что С Демонами Ну Не Просто Так Общаться Это Достаточно Коварные Существа Вот Но Опять же Предные Тоже Разные Бывают По Степени Могущества Допустим Такие Личности Как Нарада Муни Ну Он Любого Демона В принципе Испепелить Может Своей Энергией То есть Ему Нечего Бояться Он Не Является Рядовым Предным Это Особо Уполномоченный Можно Скать Там Шакте Аватар Да Вот Если Предный Вот Такого Уровня То Демоны Его Сами Скорее Побаиваться Будут Потому Что Они Знают Его Силу Духовную Вот А Если Мы Горием Об Об Обычных Людях То Да Которые Таким Могущества Не Обладают Как Тот же Нарада Муни Вот Они Где-то Как-то Рискуют Когда Они Связаны С Этими Демонами Поэтому В целом Политика Которую Предлагает Рупаго С вами Такова Что Проповедники Мадья Мадхикари Это Люди Которые Стараются Развивать Любой К Богу Стараются Развивать Дружбу С преданными Стараются Проповедовать Невинным Заблудшим И стараются Избегать Демонов То есть Это Их Политика То есть Если Вы Не Утта Мадхикари Если Вы Не Нарада Муни К демонам Лучше Не Соваться А Большинство Преданных Проповедников Это Преданные Уровня Мадья Мадхикари То есть Они Достаточно Могущественные Но Не Настолько Могущественные Как Нарада Муни Понимаете Поэтому У них Есть Свои Ограничения Возможностей Вот И поэтому Рупа Гусами Говорит Демонов Оставьте В покое Если У вас Нет Квалификации Их Передел Как Нарада Муни Оставьте В покое Это Не Ваше Дело Да Давайте Могущество Людей Демонически Настроено Это Они Еще До сих Пор Сияют Тем Сиянием Которое Есть Туховного Мира Как Вылетело Из края Она Еще Не Потухла Либо Они Своими Аскезами Набрали Силу Аскеза Да Аскеза Это Способ Аккумуляции Энергии Потому что Аскеза Означает Что люди Не тратят Время И силы На чувственное Наслаждение Они Удерживают Себя От этого Это И называется Аскеза Как Осознанное Воздержание Это Дает им Шакти Определенную Тапас И теперь При помощи Тапас Или этой Аскезы Они Развивают Определенное Влияние На других Людей И Поэтому Кришна В Бхагавадгите Вернее В Шмат Бхагавадгите Сейчас Не помню Точно какой стих Он говорит Что Аскеза Это Путь К обретению Силы Могущества Всегда Вот Но Другое Дело Что Демоны Этим Пользуются Для обретения Вот таких Разрушительных Сил Поэтому Да Мы Не можем Ну Херань Опять же Сказал Херань Акша Херань Акшипу Это Особый Случай А в большинстве И даже Они Совершали Аскезы По меньшей Мире Херань Акшипу Совершал Херанякша Он как бы Так сказать Ну так Больше Куражился Вот А Херань Акшипу У него были Амбиции Побольше Он хотел Весь мир Покорить И так далее И вот Поэтому Он совершал Аскезу Для Ну Молился Брахмитам И так далее Вот То есть Потому что Он понимал Он понимал Что Аскеза Это способ Определенной Аккумуляции Энергии Для того Чтобы потом При помощи Этой энергии Уже Какие-то там Свои дела Делать Да Давайте На этом Остановимся Всем спасибо Шила Прабхупада Ки Джай Шимат Бхагавад Гита Ки Джай Харе Кришна